здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала сегодня мы приехали в один из посещаемых и популярных музеев америки это музей генри форда напомню вам что в конце февраля муж перенес обширный инфаркт и сейчас находится дома на восстановлении я очень благодарна его семье в тот же день его родители и сын приехали к нам и были до тех пор пока месте он не отпустили домой через неделю приехала к нам его дочь семьей напомню она живет в теннессе вот они взяли с собой детеныши ну и мы решили сходить сводить их в этот музей немножечко истории значит этот музей был начат с личной коллекции генри форда 1906 году официальное же его открытие для публики для публичного посещения было в 1933 году сегодня территория музея составляет 49 тысяч квадратных метров это действительно очень большая площадь здесь собраны коллекции старинных машин локомотивов самолетов вы сейчас сами увидите одним из наибольших интересов здесь представляют автомобили президентов если я не ошибаюсь этот автомобиль который я показываю вам сейчас это да автомобиль рейганом также здесь представлен автомобиль кеннеди в котором он был к сожалению застрелен и по моему тоже есть автомобиль и двуковка рузерий вот Субтитры создавал DimaTorzok Нужно отметить, что ежегодно этот музей посещает более полутора миллионов человек. В 1969 году музей был внесен в Национальный реестр исторических мест. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перед вами оригинальная вывеска гостиницы Holiday ENN Это одна из крупнейших гостиничных сетей в мире Основана она была в 1952 году в городе Мемфис, штат Теннесси Это прототипы детских автокресел Представляете сколько лет назад они уже ими пользовались Совсем немножечко старинных автомобилей Здесь конечно коллекция огромная Зал Здесь по-моему даже 2 или 3 зала автомобилей Но я это все в видео показывать не буду Просто времени не хватит Выбрала те, которые мне больше всего понравились Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Это твоя age Здесь также есть небольшая коллекция экспонатов, представляющих экспериментальные модели известных автомобильных производителей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я тут в основном молчу, потом, скорее всего, текст просто наговорю, потому что здесь хочется просто смотреть, рассматривать. Вот мы наконец добрались до моих любимых залов, залы авиации. Я первый раз сюда, когда попала, у меня был такой, знаете, детский щенячий восторг. Дело в том, что в Украине к автомобилям, каретам, лодкам, в музеях я привыкла, мы все это видели. Но чтобы вагоны и самолеты, это, конечно, было для меня полным сюрпризом. Вы представляете, насколько это все интересно детям, тем более, как я вам еще раз говорю, что до ковида они могли ходить вот там вот под самолетами, то есть трогать это все. Ну, к сожалению, в некоторые самолеты можно было даже залазить внутрь. Есть один самолет, который как бы показательный, что ли, да, точно так же, как и вагон. В кабину машиниста можно было залазить и все эти кнопочки переключать или трогать. К сожалению, сейчас все закрыто. Но, тем не менее, все равно увидеть вот так вот самолет в его полную величину, это ощущения неописуемые. Перед вами самолет Фоккер, который впервые совершил полет над Северным полюсом. Это произошло в 1925 году. Во всяком случае, так гласят информационные таблички рядом с ними. Они слишком далеко от полюсом для солнцем. Я взгляну к инструменту. Да, я был ломаном в сторону лом. Возможно, я смотрел в какие-то стены. Я失ав великой команды в моей арестации. Я взглянула мою арестацию. Я взглянула на мою голову. Я взглянула на мою голову. Продолжение следует. Это «Стеград». Это «Стеград». Это «Стеград». Это «Стеград». Это «Стеград». перед вами еще один огромнейший зал этого музея в котором находятся различные промышленные объекты это и водяные турбины и паровые двигатели электрогенераторы то есть вот эти все огромные механизмы безусловно я считаю это очень познавательно для деток потому что например такой мамочки как я я очень далека от всего этого и объяснить как какая-то машина работает безусловно для меня это абсолютно не представляется возможным вот здесь вы приводите ребенка и все наглядно показываете вот эта машина работала раньше дети могли сами как бы мы вырабатывать энергию и видеть как зажигается лампочка опять-таки ничего трогать сейчас нельзя ну хоть разрешено до сих пор подниматься вот туда наверх что я нашла переводы каких механизмов я их подписала в общем смотрите богдан конечно каждый раз сколько раз мы уже здесь не были каждый раз он с превеликим удовольствием носится по этим площадям видите здесь прямо как куски заводов отстроены огромные площади просто невероятно что-то что-то Продолжение следует... 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 Продолжение следует...